друзья прием черканите плес в чат если заработала алло алло на связи друзья я рад вас всех видеть очень рад очень рад видеть я надеюсь что качество хорошее вообще не будет лахать как говорит так уми может быть уже не говорит потому что я подключил другой интернет он подороже но трафик не ограничен это на самом деле очень хорошо да я сижу на том же самом месте решил начать стрим именно отсюда но мы обязательно дойдем сегодня до ночного маркета единственное я обещаю вам волейбол но я не уверен что люди будут играть в волейбол где-то в один из часов но мы посмотрим рынок будет работать я вам покажу один интересный магазин который продает я даже не знаю говорить или нет наверное лучше вы сами увидите своими глазами потому что а я скажу так если я куплю кое-что в этом магазине и меня остановит таможенник в домодедово думаю у меня будут большие проблемы да думаю что у меня будут большие проблемы так друзья я пытался настроить алерты не знаю что получилось что не получилось но по идее вы можете кликнуть на кнопочку под стримом и будет играть саундтрек из фильма пляж думаю это конечно банально но почему нет собственно я никак не изменился однако друзья здесь есть кнопочка стабилизейшн я попробую ее нажать и возможно у вас стрим будет работать получше и так сегодня сегодняшний наш план мы начнем стрим с небольшой болтовни а после этого двинемся направо по пляже джам тен и сделаем то чего не смог сделать в прошлый раз то есть дойти до ночного маркета я никак не изменился друзья я сижу здесь тайцы все так же сидят на дороге и наворачивают что-то 22-14 если что у меня ничего не играет абсолютно в наушниках я просто всегда переживал как люди будут что люди будут думать когда блогер идет записывает какой-то бложит ну или стример стримит мне всегда казалось что таких людей принимают за сумасшедших поэтому я решил просто-напросто вставить что-то в чтобы люди не думали что я болен нет это не iphone это вообще не мой телефон друзья это не мой телефон это филы и модель не знаю ничего не знаю но вы скажите пожалуйста насколько хорошее качество работы и стрим нормально потому что если этого интернета хватает очень хорошо потому что трафик вообще не ограничен и у меня есть целые сутки чтобы для вас стримить сейчас он в красноярске мне на самом деле вся эта ситуация напомнила ситуацию с биджи линком когда он уехал в японию сидел в какой-то угробленной однушке в холостане ну что же давайте посмотрим на пляж идут такие то ли туристы то ли тайцы и мы с вами двинемся вперед отлично все классно но это вообще супер 10 мегабит интернет не замерял скорость по спид-тесту прошлый прошлый пакет который я оплатил был на 100 мегабит но скорость была далеко не сотка нет это не 18 плюс стрим 18 плюс стрим будет когда я поеду на walking street показывать вам шлюх и не только при этом стрим будет довольно интересно я наверное поеду на такси или же не медленно мото такси то есть буду сидеть на мотике и показывать вам всякое проезжая на высокой скорости по улице паты ну или паттайи паттай окей друзья давайте пройдемся погнали отсюда я очень-очень у у фанат шугейза дружище спасибо тебе большое за 50 рубасов хватит ли это на покупку в том магазине да мы пойдем в магазин я хотел на самом деле изначально стримить с другой стороны джампиена потому что там 33 7-11 на расстоянии меньше 100 шагов я прям замерил друзья я прям замерил шел и считал когда он и действительно где-то восемьдесят шесть шагов и три магазина одинаковых но только в одном из них заваривают кофеек я здесь подсел на кофе на холодный кофе стоит 60 рублей меньше 60 рублей но вкусный зараза капец вкуснее чем кофе и в старбаксах и прочим прочих забегаловках хотя я в старбаксе был один раз на первом курсе универа метра затащили одногруппницы я охерел от цены и больше я не общался с этими одногруппницами amazon играл когда донатик прилетел друзья там должен быть целый трек из фильма пляж так планируешь ли возвращаться в россию следующая ситуация граждане граждане российской федерации имеют право находиться в таиланде 30 дней это если не оформлять визу чего я не делал и после этого они должны выехать из страны на какое-то время поэтому вполне возможно я просто выйду в камбоджу филиппины индонезию вьетнам сингапур или другую страну и просто-напросто вернусь музона не было не знаю почему я все тестил друзья музон должен быть может потому что наушники у меня вставлены знаете чем я вообще вытащу наушники может быть теперь будет работать ну или в северную корею да так family mart направо но я не хожу family mart потому что он для твиттеров я хожу только в 7-11 потому что мне название нравится и там делают кофе family mart и не делают кофе да кстати кофеек я вам покажу не знаю может на этом стриме может быть на следующем вот но продемонстрирую как здесь варят идти довольно далеко ну как минут 15 но я думаю что шум прибоя скрасит наше небольшое путешествие я иду по той же самой улице по тому же самому пляжу и еще закрою микрофон случайно но сегодня мы точно дойдем до ночного маркета я вам покажу один интересный магазинчик и ну ну кому он это не как фильм что-то не доходит для меня волна вот это хорошее сейчас будет нормально мне не доходит ну ладно вчера был небольшой шторм мажорные пляжи есть мажорные пляжи находятся вон там добраться до них занимает 40 минут остров калан там офигенно чисто и красиво и туда я возможно сгоняя но вот насчет интернета там я сомневаюсь возможно просто не получится оттуда стримануть да волна четки доходит для меня итак в следующем 7-eleven я куплю наверное пивка хотя я вам еще покажу уиши уиши это зашибись вообще это просто супер такое блаженство что-то вроде липтона стоит дешевле такое вкусное и черный чай и зеленый чай есть чай из каких-то искать пшеницы и куча куча невкусных сортов я все попробовал и честно говоря мне только черный и зеленый понравился а есть еще один вид холодного чая и он на вкус точно такой как чай который вы забыли на подоконнике и только утром про него вспомнили вот вкус точно такой же то есть без всяких ароматизаторов и прочих верни до пляж просто пиздецки грязный вы сами видите поэтому никто здесь не купается все купаются вон там куда я показываю и туда мы сгоняем возможно если там нормальный интернет я надеюсь очень плохо слышно музыку из доната блин жаль друзья я не могу настроить это сейчас потому что все это делается с телефона я поставил 5 процентов музыки и тестил в номере все было нормально так что простите меня спасибо большое за соточку спасибо большое за соточку дружище благодарю тебя как бы мне так отключить чат я его не видел ну смысле тут два чё отображать до закат не видно в это время естественно но на выходных я начну пораньше где-то в 4 по мск я покажу вам офигеннейший закат я прям сегодня смотрел аж слезы наворачивались так было красиво окей погнали отсюда ну то есть да идти минут десять от вот именно с этой точки мне кажется что через 10 минут я снова скажу что идти минут десять а так пока можете черкануть в чат вопросы атае что знаю расскажу сегодня буду смотреть баварию с интернетом почти в каждом баре крутят футбол но крутит апл матч челси и лестер показывают каждый день я не понимаю даже как это возможно но они крутят повтор постоянно я уже долбался на пенальти барде смотреть бунгас не показывает сожалению ну и лигу чемпионов думаю выберут не не матч баварии последний раз бавария играла с интернетом 2008 или 2007 году в кубке у ефа это тот самый сезон когда бавария всосала 4 0 зениту но андерлег тогда разгромили 60 40 чуть не помню около того да ну то есть ну грязно грязный пляж никто не купать как погода часто ли дожди погода к погоде надо привыкнуть мне понадобилось на это дня 4 наверное очень жарко жарко постоянно плюс 30 и утром и ночью и днем и вечером купаться ну здесь я не рискую в бассейне или на калане можно в любое время в любую в любую погоду потому что очень тепло имя вода очень теплая дожди были где-то неделю назад только ночью пару часов сильный ливень был я попадал под ливень но это не те тропические дожди которые все представляют и я в том числе я думал что тропический дождь это дождь который идет с утра до ночи нихера подобного можно ли найти в той работу если лишь не очень рассказываю делюсь на собственном опыте пообщался я с парнем который работает здесь в ту в турагентстве короче говоря и он мне предлагал по крайней мере попытаться ну он сказал так если хочешь работать здесь турагентство я могу тебе помочь поэтому это реально тайского он например не знал я в данный момент на 1 данный момент отправил резюме в 100 компаний на сайте job . com или tie job . tie job . tie job . я не помню и пока мне только одна компания ответила и нахер меня поставят Потому что, думаю, как в любой другой стране, для того, чтобы иностранцев взяли в компанию, он должен быть на голову сильнее местных, местной рабочей силы, потому что за иностранцев нужно платить налог, и не все на это готовы идти, скажем так. Итак, планирую ли я остаться? Я уже объяснил, что по закону я здесь имею право находиться только месяц, потом я должен уехать и въехать обратно через какое-то время. Итак, показывать пока нечего, ну как, ничего интересного. Но я слушаю музыку, и скоро мы дойдем. Если устроиться со стороны русских туркомпаний, да, ну, в принципе, это тот парень не имел в виду. Я также пообщался еще с местными тайцами, и они мне дали пару советов. Но это типа инсайдерская информация, я сначала сам изучу, а потом чем смогу, с удовольствием с вами поделюсь, дорогие друзья. Планирую ли я идти на Хэллоуин в МСК? У меня есть две причины вернуться в Москву. Первая причина – это Хэллоуин приезжающий. Возможно, Хэллоуин будет поступать где-нибудь в Тае или в соседних азиатских странах, и туда можно сгонять без проблем. Потому что, реально, до Филиппин, Камбоджи, Сингапура, Вьетнама билет на самолет туда-обратно меньше 5000 рублей. Ну или 5200, 4700, около того. По-моему, это совсем недорого. Туда-обратно, на самолете слетать. Да, вторая причина – это Кристофер Лоид приезжает на Комик-кон в Москву. Кто не знает, Кристофер Лоид – это актер, сыгравший Дока Брауна из «Назад в будущее», и увидеть его в Москве – это довольно круто. Сколько на пива стратишь в день? Бутылка, большая бутылка пива стоит 110 рублей примерно. Но, опять же, Family Mart, видите, такая зеленоватая вывеска, но нет, отсвечивает. Ну, туда мы не пойдем. Я зайду в 7-11, прям недалеко от ночного рынка. Так, небольшое препятствие. И да, по планам, что я могу вам показать. То есть, главная проблема вообще – это разница во времени. У меня уже просто полодиннадцатого ночи, поэтому, когда стоит начинать стрим, то есть, когда в Москве где-то 8 вечера, здесь уже 12 ночи. И это большая проблема. Но, что я могу вам показать? Мы можем съездить на плавучий рынок. В прямом смысле, рынок стоит на воде. Зрелище на разок. И там есть одна забавная особенность. Я, по-моему, про это говорил. Да, я говорил про это. Что иностранцам вход платный, тайцам бесплатный. На тебя вешают ярлык прям на грудь вот сюда. О, да, футболочка, чуваки. Я же вам футболку не показал. Сколько я заплатил за нее? Рублей 350. Плохо видно. Мавозик здесь молодой. Кстати, а стабилизация-то работает вообще? Я тут типа стабилизировал камеру. Но никакой разницы я не замечаю. Да, и был забавный момент на Локинг-стрит. Есть хард-рок-бар. Я был одинок. Потратил уже все деньги на шлюх. И ничего не осталось. Осталось 100 бат. О, байкеры, байкеры, байкеры. Поехали. О, о, о. Тут ребята гоняют как... Блин, фильм был с Питером Фондой. Но не Изи Райдер, конечно. Я забыл, как называется. Ангелы на колесах или что-то такое. Вот они там гоняли группы огромные. Ну или как... Серия Саус Парка. Где они байкеров из города выгоняли. Так вот, да. Хард-рок-бар. Там выступают несколько групп. Ну, местных, естественно. И... Одна из них прям очень годно рубила какой-то спид-метал. Я аж не удержался, зашел. Пива стоил почти 300 рублей за стакан. Но очень уж хорошо ребята рубили. Я сел, послушал. А потом... Подхожу, потому что чувак-солист начал орать микрофон. Я подошел к нему, показал на футболку. И они рубанули Параноид и Айрон Мэна. Ну, собственно, две самые популярные песни. Наверное, еще Warpix. У Black Sabbath довольно популярная песня. Рубанули очень хорошо. В конце Айрон Мэна, когда уже песня заканчивается, идет просто риф и гитары. Тю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Типа того, под конец. И вот они даже это сделали. Обычно в каверах это убирают. Но ребята отыграли как надо. Вот туда мы тоже сходим. Надеюсь... Да нет, там точно можно все записывать. Туда мы тоже сгоняем. Я вам это покажу. Так что да, 18 плюс стрим со шлюхами. Hard Rock Bar. Ночной рынок, куда мы идем прямо сейчас Что еще? Кулан Плавучий рынок Сады Да тут до хера всего, чем можно показать Ну, дружище Не могу прочитать никнейм синенький Издата такое послушать вживую Я слышал это вживую В исполнении Томми Айоми И Ози И Гизера Только Билл Уорд не приехал в Москву Так-то это камера была всего на все Привет, друзья! Всем привет, кто только подошел Кто только пришел Напоминаю, что мы с вами сейчас идем К ночному рынку И к волейбольному полю Где играют тайцы, но не только тайцы Иностранцы тоже там рубят иногда Идем туда, куда я не смог дойти Вчера Ой, позавчера Дело в том, что у меня случилась небольшая проблема С картой Она уже решена Я не мог снять деньги И остался без бабла На два дня почти У меня 250 рублей было в кармане Но менять их не пришлось Ну и, естественно, счастливый доллар Ну и презерватив в кошельке Куда уж без этого Да, друзья, плюс в чат, кто носит с собой презерватив в кошельке Вот такие дружелюбные тайцы А я убежал от них, как лох Испугался, друзья Бегу, аж ладошки вспотели Когда подрубишь донатики Дружище, листани стрим Ну, я имею в виду подстрим И ты увидишь большую кнопку И как раз-таки можно мне донатить небольшую копеечку Нашу иконку с компаса в кошельке Вот это здорово Да, ирокод, спасибо Я видел Я посмотрел видос, который ты кинул Если что, Элис Плейна упомянула меня на своем стриме И она все так же хороша, чертовка Как же хороша Как же хороша Цитатник, здравствуй, дружище А че, они спросили, откуда я? Мне казалось, что они спросили, where are you going? А не, where are you from? Я люблю здесь ходить Хотя последние два дня я гоняю на велике Велик не мой Просто в гостинице можно взять велик Бесплатно Старые какие-то велики Один, по-моему, даже детский Но мне больше всех нравится И можно поколесить Хотя Паттайя вообще не приспособлена Для поездок на велосипеде Это, к сожалению, не Барселона Не Валенсия Нет дорожек для велосипедистов Поэтому приходится гонять по улице Ну, и признаться честно Трафик в Таиланде Беспощаден Например, когда я Заплатил 100 бат Водителю мотобайка Он даже на светофорах не останавливался Ну, такое удовольствие Довольно стрёмно Я там схватился за него Думаю, ребра сломал Кстати, в фильме Easy Rider Джек Николсон сломал Питеру Фонде ребро, по-моему Или даже два ребра Когда Они снимали сцену с байком Так Обойду-ка я здесь немножко 7-11 справа Но мы идём дальше, друзья Мы идём дальше Хочешь ли вернуться в Россию? Интересный вопрос Я отвечу на него коротко Нет Потому что Вот я сейчас иду Ну, ладно, сейчас ещё пол-одиннадцатого здесь Идёшь здесь 2 часа ночи Улица пуста Но чувствуешь себя в полной безопасности А за последний месяц В Чертаново Меня пошмонали копы два раза Два раза на капот Два раза Доставали все мои вещи И это, честно говоря Пиздец как напрягает Поэтому А здесь, кстати Вчера Я возвращался в гостиницу Проходил полицейского Он мне отдал честь Было странно Но Я кивнул ему С глубоким уважением в глазах Дорогие друзья А мы с вами тем временем Пришли На Ночной Рынок Не знаю Сколько я шёл Минут, наверное, двадцать Спасибо за 50 рублей Ишукан Спасибо, друг Люблю тебя На телефоне больше нету Лови пока столько На следующий стрим Закин Все вы никак не закончите Это последние копейки Но спасибо, друг За донатик Извиняюсь, что музон Музла почти не слышно Это я исправлю Итак Собственно, как работает Это место Никто не играет в волейбол Твою мать Ну ладно Или играет Не, никто не играет, друзья Но зрители сидят Люди покупают еду Вот там Справа И садятся на зрительские места И просто наворачивают здесь Хавчик Я не исключение Это довольно удобно Купил Захавал И еще на волейбол посмотрел Сейчас мы туда присядем Я вам покажу, как это выглядит Собственно Джон Тиан Найт Маркет Туристы Господи Бог Вот здесь Обычно тайцы играют в волейбол Но, видимо, уже поздно Я не знаю Никого нету А Дискотека для детей Только дети танцуют И пьяные русские Я не танцевал Ну, может, только чуть-чуть приплеснул К плодовому гарю Ну, раз никто не играет Я думаю, нет смысла туда садиться Давайте найдем А, ладно Потом пиво Попьем На прощание Итак, друзья Сколько работает Маркет Я не знаю Открывается он где-то в 7 Закрывается, видимо, ночью Сейчас мы просто пройдемся И посмотрим Налево-направо Коктейльчики Телочки Попробовал Попробовал я эти коктейли С бананом И еще с чем-то Не зашло Друзья, не зашло Это, если что, отдел Хавчика К сожалению Уже отсюда ушли Почему-то Многие Готовый капчик Рыбка То есть, да Вот Куриный шашлычок Вообще зашибись Заходит Просто залетает Я не успеваю глотать Не только в этих случаях Не надо знатоков Я все объясню Это ночной рынок На пляже Джамтьен Мы прошли хавчик Но это только один ряд был И я попытаюсь сейчас найти Тот самый магазин Но, возможно, он уже не работает Нет Не-не-не Там хавчика Очень много людей В футболках Футбольных клубов Вот еще один В основном Бавария Пассеже С Неймаром Ливерпуль И Манчестер Друзья, по-моему Это место закрыто Футболочки с группами Да Что-то, по-моему, я неудачное время Выбрал для того, чтобы это показывать Почему-то ночной рынок ночью не работает О, возможно, это здесь Возможно, это здесь Возможно, это здесь, друзья Но это просто угар Если я найду Вахерейте Но, к сожалению, все уже убирают Возможно, здесь Здесь И не здесь Может быть, здесь Волтер Путин Джокер Телочки Сталоны Эх Ладно В следующий раз, друзья Я найду это место Я вам покажу У меня есть фотка Но лучше это увидеть вживую Пойдемте Я вам покажу Как делается блюдо Паттай Я обещал А, может быть, это там? Ну-ка, ну-ка Еще мы один рядок пройдем А закончим стрим Естественно Посиделками на пляже Ну, вообще, не дело 22.40 Ночной маркет Пуст Да, возможно, это там Ну-ка, ну-ка, ну-ка Погнали, погнали Может быть, вы еще увидите Федя Чистяков Привет, дружище Косметика Пиверские кепки Тайская попса Что-то типа народной медицины Трубки Нет, это не трубки, друзья Я не знаю, что это Игрушки Друзья, если я могу Я покажу вам одну игрушку Вот такие игрушки продавались В Ростовской области Спайдер-мэн Рубик Из автоматов Поделки на лего Лукас, дружище Спасибо за донатик Как цены на продукты Мы зайдем с вами в 7-11 И я вам покажу цены на продукты Ну вот я помню У меня были такие игрушки Спайдер-мен в танке Нет, нету Нету, друзья Можно труселя купить Спайдеры взяли в Ростовской армии Часики Да, кстати, покемоны очень популярны Очень здесь популярны В 7-11 продается официальная атрибутика Я вам покажу Это было похоже на русскую речь Или на пьяную русскую речь Я не понял Жалко, еще запашок не передается Потому что от каждого У, слоны Слоны, друзья Слоны Слоны К сожалению, я так и не увидел живого слона Я думал, что они прям по улицам ходят Но нет 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 Ну вот скорее